я макс все очень просто еда light в одном блюде не больше 500 килокалорий то что нужно для активной жизни еда которая делает нашу жизнь легкой жирная рыба или нет ну это понятие растяжимое рыбий жир он наоборот полезен это не тот жир что в говядине либо в баранине в общем рыбий жир полезен и еще палтус который я сейчас буду готовить он рекордсмен по содержанию не именно этот палтус а вообще палтус рекордсмен по содержанию витамина а и приготовлю я его с очень интересным гарниром крупой киноа ну что начну начну с палтуса вот у меня отличное филе мне нужна будет спинка самая сочная часть я сделаю вот такой вот хороший стейк остальную рыбку я отложу можно использовать ее если вы готовите на большое количество человек либо в следующий раз положить в холодильник принципе на следующий день и можно приготовить дальше поставлю большую кастрюлю с водой налью туда горячей воды для того чтобы сбланшировать листья совойской капусты в них мы будем заворачивать наш палтус такие рыбные голубцы верхние грубые листья я удалю ну вот пожалуй возьму я листик из серединки так дальше сделаю надрез посередине и тупой стороной ножа слегка отобью все может быть не все но кто-то делал голубцы принцип такой же воду я подсолю на чтобы листик не был пресный и набрал в себя немножечко соли палтус приперчу с двух сторон и слегка подсолю тоже с двух сторон интересный приемчик есть можно положить листик базилика он придаст аромат когда будет готовиться пока вода загибает я поставлю вторую небольшую кастрюлю чтобы сварить ту самую крупу кино готовится эта крупа также как и все остальные подсаливаем сначала промываем проточной воде и затем закинуть ее в воду подсоленную все очень просто так готова всю крупу на очень ценное что такое кино кино это один из самых древних видов культур которые начали выращивать люди на земле и и выращивали еще древние индейцы майя и эта крупа у них было как картошка у нас варили и упарили жарили вот сегодня она у нас выступит в роли гарнира колоссальнейшее количество витаминов в ней поэтому советую ее употреблять в пищу так закипела вода закидываем лист и и буквально минутку бланшируем пока бланшируется подготовлю противень чтобы туда выложить кусочек рыбки духовка включена на 180 градусов мы не будем запекать я добавлю на противень небольшое количество воды чтобы пар испаряясь насыщал стейк влага чтобы он был сочный так готова так вот рыбка завернем с двух концов и сделаем один оборот вот так вот аккуратненько подвернем все готово красиво перенесем на противень и отправляем духовочку так минут десять на это понадобится пока готовится рыба я подготовлю гарнир мы есть то что мы едим что же будет на гарнир помимо кино все-таки это крупа а крупу надо чем-то все-таки заправить я думаю что прекрасно подойдут овощи цукини кабачки можно есть прямо с кожицы ничего страшного в этом нет нарежу покрупнее потому что овощ очень нежный и можно его передержать на сковороде он станет очень мягкий ну так достаточно так спаржа у нее есть мягкая часть и твердая часть очень легко отделяется вот она где начинаем ее гнуть где она сломается в принципе все вот эта твердая часть это мягкая часть очень легко определить то есть она сама отламывается так из твердых щитей можно приготовить какой-нибудь мусс или добавить бульон спаржу я тоже нарежу достаточно крупно чтобы сохранить максимум соков и пользы возьму томат порежу его просто на дольки достаточно будет 1 и маленький зубчик чеснока так раздавим ой немножечко порубим небольшое количество чеснока и начинаем обжаривать добавлю каплю оливкового масла слегка разогрею его и начну обжаривать овощи цукини и спаржа пойдут в начале пошел запах жареных овощей и ну а готовы это легко определить невооруженным взглядом да то есть крупинки стали похожи на икринки то есть появился такой белый центр и прозрачная оболочка внутри принципе и крупа увеличилась в объеме раза в два все готово главное не переварить потому что получится каша из кинуа а если еще дальше варить можно раскатать потом тесто и сделать лепешки так откину на сито вот крупа готова легкая еда никакого вреда обжарились овощи я возьму тимьян и розмарин они очень хорошо будут сочетаться с чесноком и томатами так добавили травок добавлять нужно просто листья без без твердых веток вот пошел запах и добавляем томаты пожалуйста вся польза в одной сковородке так дальше чеснок перемешали посолим и поперчим вот все в принципе овощи готовы чтобы остановить процесс жарки я добавлю обычной воды и отставлю в сторону все овощная база готова возьму миску где я буду все это смешивать ложку конечно кину полностью избавлено от лишней влаги да она получилась достаточно рассыпчатая так овощи можно прямо с соком немножко так и добавляем наши ароматные травы очень хорошая трио это петрушка базилик и кинза дают новый аромат когда их соединяем вместе попробуйте обязательно и сами в этом убедитесь кинзу лучше резать с веточками а петрушку наоборот без потому что кинзе весь аромат содержится именно в стеблях так и теперь будем их шинковать травы я добавляю достаточно много так вот я нарубил траву можно в принципе и добавить к овощам соль гарнир готов осталось только перемешать очень интересная текстура получается гарнир отложу пока в сторону и проверю как там наша рыба ну я чувствую что она уже готова судя по аромату и тому что влага с противня практически вся испарилась подготовлю тарелку есть такая замечательная красивая тарелка в марокканском стиле еда лайт выложим гарнир возьмем побольше томатов на самом деле гарнира кажется много но он практически невесомый из-за того что в нем много овощей и крупа так и рыба очень ароматно пахнет прям волшебство какое то так возьмем нашего палтуса и переложим сверху переложим сверху на блюдо украшу миксом салатов он придаст воздушность прям так сверху много такое блюдо практически из трав и оставшийся свежий томат просто нарежу на дольки небольшие буквально три штучки ну что палтус в листьях совойской капусты с кинуа и овощами готов получилось одновременно большое и легкое блюдо попробуйте приготовить и в этом убедитесь легко ешь легко живешь и 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 Продолжение следует...